Антропогенная масса превысила 1,1 тератонны, то есть 1,1 триллиона тонн. Это ужасная новость. Такой футляр, по большому счету, для исторического объекта. Например, как домик Петра в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, друзья! Это 14-й выпуск субъективных новостей архитектуры, дизайна и путешествий. Начнем с коротких новостей. Недавно опубликованное исследование журнала Nature утверждает, что искусственные материалы превзошли по своей массе все живое на планете. То есть, так называемая антропогенная масса превысила вес биомассы. Каждые 20 лет она удваивается, и в 2020 году произошел переход. Эта антропогенная масса превысила 1,1 тератонны, то есть 1,1 триллиона тонн. Это ужасная новость. И недаром мы в этом году обращались к теме устойчивого развития несколько раз. У нас были и эфиры, и весенний дизайн-саммит-витрина был посвящен этой теме. Я думаю, что мы продолжим с этим разбираться, потому что, конечно, это непорядок. Нужно что-то с этим делать. Одним из главных открытий уходящего года стал возрожденный памятник русского авангарда Дом Наркомфина. Благодаря нашим партнерам, компаниям Дуровит и Ханс Грой, нам удалось там побывать и снять для вас репортаж. Его вы увидите уже в следующем году в рубрике «Шедевры современной архитектуры». Так что не пропустите. Забавная новость из предрождественского Нью-Йорка. Там магазин «Фау Шварц» сдает на одну особенную ночь весь свой магазин площадью 2000 квадратных метров. И одна счастливая семья, жители Нью-Йорка, из четырех человек, получат его в полное свое распоряжение. После индивидуальной экскурсии, которую проведет игрушечный солдатик Шварц, у них будет возможность воспользоваться любыми игрушками, любыми играми, получить урок игры на фортепиано, а также создать свой собственный автомобиль с дистанционным управлением. Ну а отдыхать они будут на специальных кроватях. Родители на кроватях в виде саней, а дети на двухъярусной кровати с горкой. В Берлине на музейном острове закончилась реконструкция немецкого королевского дворца XVIII века, бывшей резиденции прусских и немецких монархов. Теперь там расположится музей форума Гумбольта. Практически полностью разрушенный в годы войны дворец был снесен, и на его месте был построен дворец республики, в котором размещался парламент ГДР, который, в свою очередь, тоже был снесен после объединения Германии в 1990 году. Новое здание по проекту итальянского архитектора Франко Стелло стало еще одним примером симбиоза старого и нового. Три фасада музея, возведенных вокруг стального каркаса с бетонными сердцевинами, являются точными копиями оригинального дворца XVIII века. А четвертый фасад — это современное здание, спроектированное Стеллой. Для реконструкции исторических фасадов в барочном стиле скульпторы и лепщики воссоздали 2800 фигур и около 22000 различных элементов из песчаника, включая окна, карнизы и колонны. По замыслу Франко Стелло музей построен как город с шестью воротами и тремя внутренними городскими площадями. Пройдя под воссозданным историческим куполом, вы попадаете в первый двор, где за внешними историческими фасадами скрывается современное 35-метровое застекленное фойе. Затем окажетесь в небольшом дворе галереи с книжными магазинчиками и кафе, которые будут открыты 24 часа в сутки. Далее в Зору открывается третий двор – открытая площадь Шлютерхоф в обрамлении трех фасадов, посоданных в соответствии с оригинальным барочным дизайном архитектора Шлютера. Сам музейный комплекс общей площадью 40 тысяч квадратных метров разместился в четырехэтажных зданиях вокруг этих площадей и включает выставочные залы, площадки для перформансов, мероприятий, магазины, рестораны и офисные помещения. Также в 2021 году на крыше откроются террасы и панорамный ресторан. К сожалению, пока форум Гумбольта работает в цифровом формате, поскольку официальное физическое открытие было отложено из-за пандемии коронавируса до начала 2021 года. Недавно в нашей рубрике «Шедевры современной архитектуры» я рассказывал еще об одном объекте, построенном на музейном острове. Это галерея Джеймса Симона по проекту архитектора Дэвида Чипперфильда. Ну и вообще, меня удивляется, какой скрупулезностью Германия подходит к возрождению исторических памятников архитектуры, утраченных в ходе Второй мировой войны, и какими темпами и с какой тщательностью все это производится. На онлайн-церемонии премии ЭХЭД был объявлен абсолютный победитель 2020 года. Им стал греческий отель Дексамин по проекту Кей Студио из Афин. Отель располагается на западном побережье полуострова Пелопонез. Нетронутые с 1920-х годов существующие здания винного завода были бережно сохранены, а их конструкция дополнена элементами для увеличения жесткости. Два бетонных блока были разделены по длине на два ряда по 10 номеров с выходом на соседний пляж. Широкая набережная, возвышающаяся над песчаным берегом и ведущая к воде, соединяется легкой конструкцией в конце блока, в которой находятся стойка регистрации, бар, ресторан и холл. Пространство между двумя блоками было преобразовано из свалки в тихий медитативный сад. Два ряда комнат разделяют неглубокий бассейн. Огромные стальные барабаны были также бережно сохранены и гордо стоят в воде. Толстые бетонные плиты, на самом деле куски стен, вырезанные для создания дверных проемов, были помещены в воду как ступени, чтобы гости могли войти в барабаны и ощутить, как светоакустика играет на их вогнутых стенах в течение дня. По краям сада высажены местные сорта винограда и смородины, которые постепенно вносят свой вклад в микроклимат отеля. Были сохранены оригинальные элементы зданий, такие как люки и трубы на фасаде каждого резервуара, а также патина на внутренних поверхностях стен. Внутри тонкий стальной каркас черного цвета объединяет различные детали. Фактурное стекло пропускает свет из спальни и гардеробных в ванную комнату. Просторные ванные комнаты создают ощущение роскоши, благодаря теплым тонам и текстурированным поверхностям. А полированная террация выступает в роли визуальной связи с яркой текстурой песчаной гальки, обнаруживаемой везде, где старые стены были прорезаны для создания необходимых проемов. Судьи премии охарактеризовали дизайн как верх неприхотливой роскоши и похвалили его за уважение как к прошлому, так и к окружающей среде. Помимо абсолютного победителя, я также обратил бы внимание на отель Роузвуд в Бангкоке, который получил Urban Award, а также Wild Cost Tented Lodge за оригинальное и недорогое воплощение архитектуры бунгало на Шри-Ланке. История же исторического здания минодельной тоже заслуживает большого внимания, потому что связана она с бумом на выращивание смородины, который случился в Греции после получения независимости в середине 19 века. Когда этот бум пошел на спад, необходимо было как-то по-другому придумывать, использовать смородины. Вот построили винный завод и, соответственно, делали смородиновое вино. Именно поэтому смородиновые кусты и высажены в окрестностях этого отеля. Архитектурная студия ZGA разработала концепцию музея в Нидерландах для размещения обломков исторического корабля «Амстердам», который затонул в береже Великобритании, в районе Гастингса. Этот проект позволит переместить и восстановить затонувший корабль, даже не поднимая его из воды. Вокруг стеклянного резервуара с обломками будет построен музей, который даст возможность посетителям увидеть 40-метровое судно со всех сторон. Корабль «Амстердам» был построен в 18 веке голландской Остынской компанией. В 1749 году во время своего первого плавания в Азии он потерял управление и потерпел крушению английского побережья. Несмотря на то, что верхняя настройка корабля с тех пор была разрушена, основной корпус, оказавшись под песком, остался почти нетронутым. Будущий музей призван спасти его останки от дальнейшего разрушения. Точное место для музея еще не определено, но определенно оно будет в Амстердаме, где располагалась верфь Остынской компании и было построено судно. О внутреннем убранстве музея пока известно мало. Ожидается, что стальной бассейн будет открыт для осмотра со всех сторон, чтобы подчеркнуть его индустриальную эстетику. Для облицовки стен дока будет использовано стекло, что позволит посетителям наблюдать за судном с разных точек зрения, а также видеть живые раскопки корабля, производимые дайверами-археологами. Над водой музей будет защищать белый изогнутый навес, который ZGA описывает как защитное одеяло. Оно будет сделано из специальной эластичной ткани. Находки, сделанные во время раскопок, будут размещены в выставочных пространствах вокруг дока. Там же появятся лаборатории и учебные помещения для подводных археологов. Реализация полного проекта займет несколько лет, при этом открытие бассейна намечена на 2025 год. Сам купол будущего музея мне чем-то напомнил форму кунстхауса в Граце, который построил Питер Кук. Ну а вообще, по сути, это такой футляр для исторического объекта. Ну, например, как домик Петра в Санкт-Петербурге. Что касается подводных культурных институций, то прямо сейчас разрабатывается подводный парк скульптур рядом с побережьем Майами по проекту голландского бюро ОМА. И в 2019 году Снохетта закончили работу над проектом Анда, который является самым крупным подводным рестораном в мире. Кто следит внимательно за нашими новостями, знает, что мы собрали уже неплохую коллекцию средств индивидуальной защиты. И вот еще один образец, можно сказать, образец гиг-технологий. Это и средства индивидуальной защиты, и аксессуары, и спортивная экипировка, и средства защиты конфиденциальности, и технический гаджет, и интеллектуальный контролер здоровья, и очки дополненной реальности, и все в одном флаконе. Команда предпринимателей, дизайнеров и специалистов по средствам индивидуальной защиты представила полноценную модульную маску под названием «Бланк». Создатели «Бланк» вложили около полумиллиона долларов США личных средств в разработку концепции, тестирование и оценку материалов, а также поиск поставщиков. В результате родился сложный аксессуар – устройство цифровой и бытовой гигиены. «Бланк» полностью закрывает глаза, нос и рот пользователю, а фильтры «Хепа» защищают пользователя от 99% частиц, включая пыль и аэрозоля. Фильтры снабжены цветовым индикатором, сигнализирующим о необходимости замены. И, конечно, как любой уважающий себя гаджет, «Бланк» имеет сменный передний панель в разных вариантах дизайна, смена которых занимает несколько секунд, так как они легко фиксируются магнитами, утопленными в раму маски. В отличие от других масок, «Бланк» адаптируется к индивидуальным анатомическим особенностям лица и головы. Маска состоит из двух симметричных половинок, которые складываются вместе при помощи ладоней. Центральные магниты аккуратно фиксируют маску на лице, а выдвижная лента обеспечивает фиксацию в теменной зоне головы. Во-первых, нужно упомянуть о том, что создатели этой маски – компания Wooden Shark из России. Во-вторых, остается удивляться, насколько разные подходы к созданию средств индивидуальной защиты применяются разными творцами, разными дизайнерами. Кто-то ищет возможности сделать их абсолютно незаметными, для того, чтобы мы могли свободно выражать эмоции, а кто-то, наоборот, скрывает лицо полностью. Единственным атрибутом персонализации становятся только сменные панели. Шведская студия «Фронт» совместно с итальянским производителем мебели «Мороса» создали коллекцию мебели для сидения, которая имитирует из себя различные природные объекты – коряги, камни, покрытые мхом, лишайником и водорослями. Предметы созданы с помощью технологии 3D-сканирования. Авторы сделали фотографии и 3D-сканирование различных каменистых лесов и прибрежных зон, нарисовали эскизы и оцифровали изображения. Текстильная компания «Фэбрик» перенесла эти изображения на ткань, похожую на гобелин. Затем этой обивкой оформили деревянные основы, выточенные на фрезерном станке. «Мы хотели, чтобы предметы создавали ощущение, будто кто-то поднял целую поляну из леса с помощью гигантской лопаты и перенес ее в дом», – сказала София Лагер-Квист, соучредитель «Фронт». По мнению авторов коллекции, эти замшелые камни в интерьере полезны для здоровья и прекрасно снимут стресс. «Оказывается, есть исследования, доказывающие, что люди чувствуют себя хорошо, когда видят разные аспекты природы одновременно. Приходит инстинктивное понимание, что есть много способов выжить. Можно ловить рыбу, собирать ягоды и охотиться в лесу». Согласитесь, такая мысль невероятно успокаивает и расслабляет. «Студия Фронт» не первый раз обращается к природе. Правда, до этого это были в основном животные. Мы все помним иконическую коллекцию Animal Thing, которая была сделана для Мой, а также коллекцию небольших объектов, спящего мишки, кошечки, пингвинчиков для Витры, так называемые «Resting Animals», то есть отдыхающие животные. Мы, кстати, были и во флагманском шоуруме Мой в Амстердаме, и в Витрохаусе Вайлам Райан. И если вы интересуетесь дизайном и архитектурой, я рекомендую посмотреть наши выпуски из этих городов. Новость для тех, кто пока не определился с новогодним нарядом. Шведская художница-дизайнер, лидер так называемой вымышленной моды и самопроглашенная королева силикона Беата Карлсон представила коллекцию ироничных предметов Extreme Products, которые представляют из себя предметы гардероба для гипотетического мира, определяемого идеей инаковости. Изюминкой коллекции стали туфли Клэм, представляющие собой напечатанные на 3D-принтере сандалии в форме гигантской человеческой руки, сжатой, по примеру, когтистой лапой какого-то животного. Шедевр венчает пышные банты, которые скрывают ступни владельца чудо-сандаликов, создавая иллюзию, что они являются продолжением его ног. В коллекции представлены не только обувь, но и одежда, например, негабаритные брюки по самую шею или гигантский топ, доходящий до колен. Но звездой новогодней вечеринки вас сделают мягкие силиконовые шорты в форме обнаженной задней, можно сказать, филейной части самой Ким Кардашьян. Достоверность автора гарантирует благом сети изображение оригинала с избытком. Кроме того, вещь не только заметная, но и полезная во всех отношениях. И тепло, и мягко, и сухо, даже если вы присядете в новогодний сугроб. Ну а я на Новый год, пожалуй, останусь при своей, ведь, как говорят, у каждого есть свое мнение и задница. Ну а это были все-таки субъективные новости в последний выпуск уходящего года. Поэтому с наступающим!